Всем привет! Я в Казани. Дорога была легкая, сухая и погода, кстати, у нас здесь классная, жаркая. Сейчас направляюсь к Кремлю. Помните, если мой последний влог, вот эта бурщатка, она вообще ремонтировалась, обходными путями проходили там по поляне, и с той поляны я выбегала с криком. Сейчас все уже здесь отремонтировано, и, в общем-то, мы у Кремля. Красота! Я уже очень давно не была в Кульшариф. На входе дают платочки, накидочки, но мне даже с моим коротким платьем сказали, что не надо, можно обойтись. Я, когда первый раз была в Кульшариф, я помню то ощущение, когда я прямо-таки восторгалась. Там такая атмосфера, так красиво. Сейчас зашла? Нет абсолютно ничего. Просто зашла, посмотрела и ушла. Я даже вот сейчас не пойму, с чем это связано, непонятно. А сейчас зайдем сюда, в храм. Вот здесь я не была ни разу. Ребята, дворец земледельцев. Весь на реставрации. Не такая уже красота. Весь вид испорчен. Вот эти дома странные, красивущие, непонятные, магические. И вот такая у нас тут жара-жара. Слышно, класс-класс. Ребята, набережная. Свежий ветерок. Красота. Супер. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь это местечко. Я, кстати, не поняла, что это за ресторанчик такой. На вечер уже, ребята, представляете, все места забронированные, которые сюда с выходом на набережную идут. Здесь так прохладненько. Первая часть прогулки можно уже завершить. Отправиться в отель, потому что это поездка с ночевой, не туда-обратно, чтобы не спеша. Между прочим, под этими фонтанчиками, видите, люди прямо-таки остужаются. Спасение, как ни жару. По дороге в отель. Люди здесь гуляют, что-то празднуют, какой-то банкет. Приготовилась к вечерней программе. Время для ужина. Это у нас в Мацони, ресторан грузинской кухни. Баумана не спит, не дремлет. С кем же ты сейчас? Ласковый рассвет встречает. Попер. Отличное завершение вечера. Кстати, только сели в кафе и желаем, музыка закончилась. Как ласки ребята пели. Это кафе Штоп. Доброе утро. Сегодня второй день в Казани. Посмотрите, погодка уже не радует. 17 градусов. Что в итоге будет в следующей программе? Есть несколько вариантов. В 19.30 казанский стендап. И это время нужно где-то опять проводить. А погодка не летная. Либо можно съездить в Свияжск, а потом уже оттуда сразу же ехать домой. Посмотрим, что у нас будет сегодня. Пока нужно будет позавтракать. Здесь рядом есть Макдак. По отелю хотелось бы, кстати, сказать, пока не забыла. Во-первых, скрипят полы. Вот везде, где ходишь, они скрипят, как у бабушки в доме. Скрипит здесь все. И ванная, и кровать, и... Не знаю, диван скрипит или не скрипит. Что еще? Кулеры есть на этаже. Расположение, в принципе, хорошее. Он находится напротив железнодорожного вокзала, не прямо в самом центре. Но пешком идти буквально 5-7 минут. В принципе, это очень даже хорошее расположение. Телевизоры отвратно работают, то не работают. Здесь телевизор сейчас не работает. Да, и плюс еще освещение. Очень-очень такое приглушенное. И мне, например, вчера вечером не хватало света. Но в целом отель чистенький, спокойненький. Кстати, хорошо, что выдаются всяческие принадлежности. Тапочки, халаты, на полотенце, естественно, шампуньки. Это, конечно же, все есть. Сейчас буду приводить себя в порядок. Завтрак, постель, благо Макдак в трех минутах от отеля. И погода еще не налаживается. Почему выбор упал именно на этот отель? Потому что здесь есть парковка. Ну и плюс 5-7 минут до центра. Но желания возвращаться именно в этот отель нет. Но все такое посредственно. И самое интересное, что персонал не очень-то и доброжелательный. Даже вот сейчас, например, никто не пожелал нам вернуться обратно. То есть, ну, выселились и выселились. Позвонили, что время 12 часов, пора выселяться. И как бы все, даже до свидания, по-моему, никто и не сказал. Немножечко как-то странно и нелояльно. Никогда не была с этой стороны, только с того берега видно было это место. Красота с этой стороны. Мне очень понравился вид. Супер-супер. Все фотографируются тоже. Дворец бракосочетаний смотрится очень величественно. С нашим даже ленинским ЗАГСом, конечно, не сравнить, ребята. Столько замочков здесь. И здесь, видите. Какая-то движуха, ребята. Съемочки. Вот так вот все это красиво здесь. Клево-клево. Смотровая площадка. Не знаю, сколько здесь этажей. Пять точно, наверное, даже больше. Потому что идешь и уже устаешь. Здесь есть лесенка вот наверх. И есть вот такие решетки. Но через них плохо видно. Идем на лесенку с вами посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, что очень хорошо. Здесь есть бесплатный туалет. Смотрите, и женские, и мужские. И там они прям чистенькие. Все внутри, видите. И здесь зеркало и ракову. Молчи. Ребятки, доехали до Ривьеры. Посмотреть, как вообще все выглядит с этой стороны. Смотрите, здесь у них своя территория, аквапарка, гостиница, которая красиво смотрится с другого берега. Здесь еще какой-то ресторан. Я не знаю, кстати, работает он или нет. Ресторан на колесе. И само колесо обозрения. Оно мне, ребята, оказывается огромное, когда стоишь здесь внизу. Не знаю, и хочется и колиться. Я не очень люблю высоту. Точнее, не люблю совсем. Мне кажется, наверху мне будет очень страшно. А я не очень-то хотела бы. Но смотрится красиво. Спустились на дикий пляж от Ривьеры. Нет, не от Ривьеры, а что все за пределами Ривьеры. Здесь уточки плавают. С Ривьерой все, в принципе, понятно. Куда надо приезжать, когда и в аквапарк, либо на их пляж, тусить. Но вот именно, чтобы там погулять снаружи или еще что-то такого интересного, там ничего нет. И вообще, в целом, ну я в Ривьеру внутрь не заходила, ничего впечатляющего не было снаружи. Так, а сейчас посоветую подписчицу. Посоветовали мне съездить на озеро Кабан. Здесь есть вот такая набережная. Всяческие катамаранчики. Тихо, спокойно. Ну что, ребятки, гулять туда дальше уже нет смысла. Здесь нет такого, как на набережной в центре. Поэтому лучше отправиться в Свияжск и посмотреть, что же за красота на этом острове. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok